здравствуйте дорогие друзья сегодня я предлагаю нарисовать очень веселую новогоднюю картинку для этого как всегда нам потребуется гуашь кисточки разных размеров водичка салфетки палитра и листочек а 5 формата это половинка а4 для начала я предлагаю разметить наш рисунок наметить его очень светлым цветом возьмем голубой разбавленный с водичкой и сделаем скажем так и спис значит мы наметим дымоход да это такой прямоугольник можно сразу обозначить на нем снег до который будет здесь лежать и здесь он будет тоже спадать и внизу то же самое значит у нас здесь будет некий сугробик дальше мы нарисуем нашего рождественского гномика значит у него будет шапка торчать это будет его мех на шапке и обозначим саму шапку да здесь будет какой-то колпачок спускающийся вниз и здесь будет шарик да и еще обозначим у него сразу нос выступающий из шапки вот это будет разметка нашего рисунка и сейчас мы перейдем к тому чтобы это все закрасить мы возьмем кисточку побольше самую большую который у вас есть возьмем белый гуашь и пройдемся белой гуашью практически по всему листу да то есть мы закрасим этим белым цветом небо мы закрасим этим белым цветом снег да и оставим только с голову да не тронутый можно белого цвета не жалеть внести его густо да практически без воды это все облегчит нам потом заполнение нашего фона и теперь мы возьмем цвет желтый совсем его чуть-чуть возьмем даже можно смешать его с этим делом который у нас был и начнем снизу да в местах где у нас начинается небо немножечко добавим желтого цвета снизу дальше мы возьмем голубой да тоже успел смешиваем продолжаем закрашивать наш фон здесь тоже самое да как будто бы поднимаясь выше да делаем наши оттенки более темными и цвета между собой перемешиваем дальше мы возьмем цвет еще более темный да уже голубой взять и закрасим верхнюю часть наверху нужный цвет взять еще более темным самое главное что получились плавные переходы между оттенками так тут еще пройтись Взяли кисточку без краски, просто влажную и прошлись по местам стыков, сделали более однородным наш тон. С фоном закончили. Дальше переходим к нашему снегу. Давайте сразу закрасим белым наш снег. Можно, опять же, в этот белый добавить чуть-чуть голубого, чтобы он не был одним каким-то оттенком. Пусть он будет более интересным цветом. Закрасим тут, будто бы снежком припорошил наш дымоход. Так, и сверху давайте тоже закрасим сразу же. Немножко голубого тоже добавим, чтобы цвет был неоднородным. Оставшееся пространство мы закрасим коричневым цветом, опять же разбавленным с белым. И тихонечко обходим теместом. Закрашиваем наш дымоход. Закрашиваем наш дымоход. Дальше возьмем кисточку потоньше и возьмем желтый цвет. И опять же можно его разбавить с белым и обозначим кирпичики на нашем дымоходе. То есть мы проводим желтым цветом линии горизонтальные и делаем такие разделители. Нужно что-то еще подкрасить. Добавим еще небольшую тень, которая у нас от снега падает на наш дымоход. Для этого мы возьмем голубой или синий цвет и смешаем его с этим коричневым. У нас должен получиться цвет темнее, чем у нас был. И под снег, да, под вот этим вот наши вот сугробики мы добавим тень. И снизу тоже самое. Так, а здесь еще немножко добавим. Так, дальше мы перейдем к тому, что закрасим нос у нашего гномика. Для этого мы смешаем цвет кожи. Для этого мы возьмем белый цвет, немножко красного и немножко желтого. Все это перемешаем между собой. И закрасим носиком. И чуть-чуть подтянем, сделаем цвет более темным. Можно взять коричневый, например, смешать с тем цветом, который у нас был. И добавим тени на наш носик внизу. А сверху, наоборот, мы добавим блик довольно большой. Как будто бы носик выпирает из шапки. Дальше мы перейдем к заполнению меха на шапке. Для этого возьмем кисточку. И здесь нам уже потребуется белый цвет, чистый, без всяких примесей. Чтобы у нас был контраст, в том числе и со снегом. И заполним вот эту вот часть. Где у нас внех от шапки. Да, и вот он как будто бы прямо заходит на наш нос. Нос выпирает из шапки. Дальше мы перейдем к нашему кабаку красного цвета. Он будет очень яркий у нас. Красный. И начинаем заполнять. Так. 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 так и сделаем белым цветом наш помпун дальше мы немножечко добавим объема на наш колпак да мы смешаем красный с небольшим количеством синего или создаем теневой цвет добавим тени наш колпак то есть здесь будет здесь будет где еще здесь вот тут тоже немножко подтянуть так и так же добавим и светлых мест какие-то складочки на которые падает свет что мы еще можем добавить нужно добавить усы до нашему гномику опять же возьмем цвет коричневый с белым и добавим усы опять же выходящие за пределы шапки так возьмем небольшое количество чего еще мы добавим некие складочки на нашу шапку мы возьмем цвет голубой с белым опять же добавим некий контур шапки пройдемся по бокам и добавим складочки которые расходятся от шапки как будто бы она натянута прямо на самый нос еще мы добавим ладошки рукавички где одинаково стараемся сделать тут мы добавим блики и нужно добавить небольшую тень под наши варежки то есть мы опять возьмем цвета можно немножко синий с коричневым давайте голубой возьмем в который мы с тобой сделаем просто цвет потемнее стараться нужно не заехать на красный цвет что он еще не высох и что нам еще остается сделать значит мы еще добавим луну желтым цветом с белым вместе и добавим еще звезд на небо и добавим еще звезд на небо звезды на небо и добавим еще и добавим просто тут каких-то звездочек желтым с белым цветом так что мы еще можем сделать значит возьмем белый цвет и мы тоже добавим это уже может быть снег уже который у нас падает на саму гной и когда на снегный круг и мы сделаем еще наброски в конце так 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 ну что вот такой вот веселый новогодний рисунок у нас получился я надеюсь у вас тоже все получилось и спасибо большое за внимание Продолжение следует...